Да, вот. У него могут быть какие-то такие неосознаваемые реакции, когда вот он не может сесть, он начинает нервничать, он не может понять, почему он нервничает. И первое, к чему он приходит, это к тому, что он чего-то боится. Он говорит, да, я там боюсь, у меня есть страх, у меня это предчувствие. На самом деле, наши страхи, они продиктованы нашим программным обеспечением. Наши страхи, они в своем большинстве корректируются. Есть страхи, которые... Все страхи, психология говорит, привозят к одному страху, к страху смерти, так или иначе. Но дело в том, что если пойти дальше, опять-таки, взять исследователей, которые следовали страх смерти, оказывается, человек боится не страха смерти. Самый глубинный страх у человека, это страх боли. Вселенная боится боли. Смерть у нас ассоциируется с боли. Таким образом, страх смерти у нас становится вторичным. А боль мы как бы относим к физическому телу, к рецепторам. Хотя на самом деле, если взять душевную боль, если кому-то когда-то близкий или родной человек изменял или делал что-то плохое, приводил к страданию, то боль душевная, она на порядок сильнее и невыносимее, нежели боль зубная. То есть, в любом случае, люди боятся боли. Боли боится не только тело, боли боится душа, боли боится все живое. А страх смерти, смерть это переход, и мы просто привыкли затрывать это. Если исходить с позиции объективного восприятия, то да, тогда страх смерти. Потому что боль, как бы, она не так важна в данном случае. А фактически, смотрите, если страх боли мы убрать вряд ли сможем, потому что он еще и охраняет нас, он обеспечивает нашу безопасность в материальном теле. То есть, это будет на уровне рефлекса, дабы ты не обжегся, не укололся, не повредил тело и так далее. То ряд страхов, которые у нас есть, они продиктованы программами. И этих страхов можно убрать. У меня по мне сейчас предложение, кому нужно внести, или кто-то у себя будет делать. У меня есть предложение, и тоже сейчас практики. Разговоры разговорами, а результаты остаются после практических занятий. Продолжение следует...